Это винтажная коллекция, почему я выбрала эту тему для первой части нашей коллекции. Это очень популярная тема в Горгане. Это все ретро, которое приобретает новое видение. Винтаж популярен не только в одежде и внешнем облике людей, в инстаграме популярен также в оформлении домов, например, обои в стиле винтаж, или какие-то старинные, даже приметы в этой обои техники простуды. И это круто, потому что у нас есть целая молодая генерация, которая была там в 60-х годах. Целое поколение молодежи сейчас возвращается в 60-м. Они наслаждаются этим. И мне нравится то, что было тогда. Все эти скутеры, весь этот стиль, музыка. Я не знаю, если у нас есть 2-х годах, но они очень большие в Горгане. Очень многие магазины поняли, что эта тенденция популярна, и они как раз сейчас на этом зарабатывают. Много таких магазинов. И все эти идеи вновили нас на создание винтажной коллекции. И эти идеи основные, оригинальные, винтажные платья. Вы можете видеть на наших моделях винтажные платья. Такие были модные в 60-е годы. И я выбрала эти платья, или я долго ходила по магазинам, выбрала именно эти в одном из магазинов Лондона. Хорошо. И опять же, я имею в виду много таких платьев, но я не знаю, что это будет много. Я уже сказала, что у нас есть чего выбрать, поскольку винтажная одежда в магазинах много. Джаз еще расскажет вам о стрижках, но вы можете видеть, что формы корея, которые были модны в то время. Хорошо. Итак. Я думаю, она выглядит великолепно. Я думаю, она выглядит великолепно. Еще раз скажу, что это одна из тех моделей, которые... И все, что мы сделали, это буквально просто кара, один длинный план, что это самое важное, что делать, правда? Мы сделали каре, это бок, вы стрижены с техникой одной длины. Я думаю, вы понимаете, что на самом деле... все креативные стрижки, которые вы увидите, будут дальше, но эта стрижка. Я их делала невероятное количество. Надо очень осторожно учитывать линию роста волос. Надо постоянно расчесывать волос, чтобы учитывать силу и натяжение. И тогда, когда она трясет головой, она просто движется и падает обратно в эту линию. Волосы двигаются, но они возвращаются в эту идеальную линию. Просто так стричь. Все стрижется на одной линии, на одной линии. Хорошо. С этой красивой девушкой. Вот еще одна замечательная модель. Мне очень нравится ее волос в данном моменте. Они хорошо смотрятся. Я использовала самую простую технику, проблеровку. Самые короткие волосы внизу, и чем свыше мы поднимаемся, тем длиннее волосы. Эта текстурная работа подчеркивает ее волосы. Я оставила некоторые несведенные зоны. Волосы внизу намного короче. У нее очень много волос, поэтому мне пришлось использовать технику по сложности. Таким образом, это выглядит как градуированная форма. В продолжение это выглядит как градуированная форма. Это просто красивая, красивая форма. Вы видите, изгиб волос. Это использовала лейеринг. Таким образом, короткая лейеринг техника. И потом, как бы, более квадратный лейеринг. Но на самом деле, техника выполнялась из технику по сложности. Более красивые волосы в усиле. Более красивый цвет. Просто великолепно выполненные стрижки. Они очень простые, но в то же время техники позволяют сделать их красивыми. Еще раз мы вернемся к нашей концепции цвета. Я как уже говорила вам, важно не сам цвет, а важно, как он дополняет форму лица и цвет лица. Таким образом, я думаю о чем? Нужно выделить секцию вот эту вот мизу. И покрасим одну светлее, а другую темнее. Или просто двойную цвет. Это может быть черная, это может быть красная. Это может быть красная, это может быть блонд. Может быть внизу красная, а вверху, например, блондированный цвет. То есть то, что вы делаете, это вы расширяете зону по ширине. Это будет дополнять эту форму. Поэтому вы видите, вот здесь вот та сестра, которую я отвела. Окей. То есть то, что я делаю, это я осветляю уровень цвета 10. А потом я оболаскиваю волосы и микстонами. И докрашиваю рыжим цветом сверху. Вам нравится это? Окей. Так, опять же. Абаб. Очень классный. Очень классный. Очень классный. Абаб. Не знаю, техниками. Абаб. Абаб. Кранится. Могу, пакет и начало, у него. Абаб, у него, его сайта, у него сцесто. Да. Абаб. Могу, его сцесто, у него с процедуры, он мне сцесто, ангер, что так. Абаб. Что это сделает? Абаб, он должен быть темным, а неосветательным. Абаб. Абаб. Абаб, ни-как нежу, абаб, ни-как нежу. Вы не хотите идти слишком высоко, а потом просто краска на оранжевую окрашивание розовым цветом. И это придает вот такую розовую дымчатость волосам.